МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффективность работы предприятия новой накерунки вытворности развития района. Старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник сегодня наведал открытый акционерное товариство «Мазыр Соль», где ознайомился с выниками его работы с начала года, а также провел встречу с працованным коллективом. Марина Джалая с подробностями. «Мазыр Соль» развивается динамично и поспехово. Такое меркование выказал старшиня облаканкама Владимир Дворник в процессе наведывания предприемства. Визит был обумоленный и тем, что недавно тут изменилось и керавництво. Тому треба было проверить сучасный стан справ новотворчести. Выники работы нового генерального директора Владимир Дворник оценил как становочие. На этом предприятии я не первый раз и, конечно, для меня очень важно, здесь недавно была смена руководителя, поэтому вот прошло определенное время и у меня было желание посмотреть, что изменилось, что добавилось или какая динамика в ту или иную сторону. Поэтому я сегодня с удовлетворением хочу отметить, что действительно я чувствую по коллективу, что вот эта преемственность бывшего руководителя, который пошел на другую работу, и сегодня нынешнего она сохранилась в том же русле, в том направлении, но единственное и самодостойное, что она еще добавила к тому уровню, что было ранее. Поэтому очень приятно сегодня и встретиться с людьми и с руководством этого предприятия. Мазыр Соль працует рентабельно, а каля 80% своих товаров экспортует. Ассортимент представлены 100 видами продукции, яка вырабляется на сучасном белорусским, российским, немецким и чешским обсталевании. После наведывания вытворчасти прошла сустреча с коллективом предприемства. На ЕС собралось а каля 200 человек. Спочатку губернатор поделился выниками одубатчинга, подкреслив, что от эффективности деятельности завода залежит добробыт кожного работника. Что тычется, например, средней заработной платы, то и она выглядит достойно – больше 1030 рублей. Але резерв для росту есть. Провага работы Мазыр Соли перед іншими вытворчастями в том, что тут мается своя сыровина. Ее не треба закупать, як это приходится робить многим предприемствам. А тому есть усе махчимости для еще больших поспехового развития. Мазыр Соль – это предприятие, которое известно не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Более 80% продукции отправляется на экспорт. Поэтому качество и уровень предприятий известен далеко за рубежом. На сегодняшний день предприятие полностью загружено и имеет широкую ассортиментную линейку и длитворяет самые строгие потребности своих покупателей. Сустрыше старшине облаконка Молодимира Дворника с коллективом пройшла у формате открытого диалогу. До губернатора со своими проблемами звернулися 12 человек. Пытания были самого разного с места и масштаба – отлумачивания законодательных моментов до тех, которые потребуют индивидуального подхода. Например, один из работников подчеркнулся, тем лучше начать кредитировать на льготных умовах строительства жилья для молодых специалистов, которые имеют одного или двух детей, або установить обмежение по процентной ставке. У отказа было расслаблено дейшее законодательство и огученные разные варианты выращения жильевого питания. Блок «Зворота» утичился развитием Мазера и в целом Гомельской области. Например, люди пытались о завершении ремонта бассейна и драматичного театра, электрификации у певных участков чугунки и будовництва трасс. Были и питания, для выращения которых не потребны и великие гроши. Это приобщение освещения побочек со школами и детальными садками, а так само лесопарковые зоны. Выказывались пропановы об ремонте покрытия на школьных стадионах. В большом числе, в основном, я бы сказал, они в удручающем состоянии. И, конечно, хотелось бы, чтобы в городе получил хороший стадион, и чтобы дети занимались спортом. Соответственно, государство тратило меньше на здравоохранение. Пытания работников предприемства Владимир Дворник взял на контроль. Усе неслушные заслуговывают уваги. Сразумело, те, что потребуют великих финансовых сродков, будут выращаться по мере мягчимости. В целом, Жавопошнича стала доброй традицией каждый год-два приводить в належный выгляд районные центры. Заразь как раз на доходе черга Мазира. По словам губернатора, за геттые будущие годы тут проведут масштабные работы при конструкции объектов, добропарадкованной территории, увагулю выправить усе основные недохопы. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазира. Пропускный режим, свойчасовый начаток працовного дня и парадок на территории. Мобильная группа Гомельского гарвы «Канкама» протягивает мониторных предприятий областного центра. Сегодня у рейд выехал и наш корреспондент Олег Синтеров. Звычайно, мобильная группа, выезжая на предприятия, где фиксуются грубые порушения профессиональной дисциплины, те отбываются несчастные выпадки. Але на этот раз причина іншая. У акционерного товариства «Медпласт» проверяющая не были амаль три года. Змены, которые тут отбились за минулый час, приемно уразили. На працу не спозднился ни один работник «Медпласта». Годж зато я на предприятия в соенной печали приходить недель за сорок хридин до початку смены. К радости можно сказать, что на этот момент все люди пришли своевременно и заблаговременно на работу. Объясняют это тем, что нужно им и переодеться, и подготовиться, и подготовить технику для того, чтобы своевременно присутствовать к работе. Но дальше посмотрим. Ну не на всех так предприятиях, чтобы люди приходили заблаговременно. Еще один становочий факт, який будет значимый по выниках мониторингу. Замаль 20 работников, яких проверили на алкотесте, алкоголь у Криви не выявили ни у кого. Это увогли добрая тенденция этого года. На всех предприятиях, якие наведала мобильная группа, в стане алкогольного опьянения не находящий ни один работник. Непосредственно на медпласте ничего незвычайного в этом не бачить. Дисциплина тут контролируется як отказными особами, так и за помогой техничных сродков. На территории акционерного творчества «Медпласт» установлено 16 видов камер, что добро бачить на этом мониторе, а причатого с допомогой системы видоназирания житворяется контроль за ситуацией на працонных местах. Порушить дисциплину можно, але об этом одразу стане вядомо керавництву. Мониторинг «Медпраста» протягивается на территории предприятия. Основная колькость золах, течисто деятельности арендаторов, не тоя, как яны зусим не заховывали парадок, але и идеальными местами для отхода у их вытворчести назвать можно не завсюды. С великим спецификой акционерного творчества проконтролювать ситуацию на всех працонных местах немогчимы. Гэта неколи предприятия починалось, як артиль парамонтипримусу велосипедовую годиннику. Сёня гэта сучастная вытворчись по выпуску медицинского обсталевания, а тому на некоторых участках денежусь строгие санитарные обмежевания. Але и убадженых хапаяк обзробить вывод, не глядяче на некоторые зауваги, ситуация на медпрасте тревоги не выкликая. Уречте, коли на предприятии, неодредные зарплаты и жёсткий контроль за дисциплиной порушать працонное законодавство никто не ожидая. Могут увольнять у нас за прогулы, за нарушение трудовой дисциплины, за недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Но на сегодняшний момент, как таковых случаев, не было на заводе. Люди добросовестно выполняют свои служебные обязанности и держатся в свои рабочие места. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». Намесник старшині Постоянной комісії Совета Республіки Национального Сходу Республіки Беларусь по адукації, навудци, культуры и соціальному развитию Андрея Беляков завтра проведе приём громадян у Гомелі. Сустреча пройдет с 12 до 14 годин у будинку областного комитета громадского объединения Беларусский Республиканский Союз Молоди. Сегодня у удельников заключного этапу Республиканской Олимпиады по химии и биологии, які проходят у Гомелі, завершився практичный тур. Напереде подведення выників и отримання заслуженных дипломов, а покуль навученцы старейших класов ещё раз узгадывают задания Олимпиады и обмениваются ураженнями. 120 прихильников биологии прикладно столькі ж химии. Гэтай дні для многих з їх саправды лёсовызначальны. Отриманные дипломы дозволять выпускникам 11-х класов без экзамену поступать у высшейшой навучальной установы по профильных спеціальностях. Наприклад, у Медицинский університет ті на Біологічний факультет ГДУ ім'я Франциска Скарыны. Інша справа, що диплом яшы необхідно отримать. Задані на Олимпіаді куди більш складані, чим на централізованім тестірованні. Задання по Біологічній Олимпіаді заключитися на тур исключительно сложне. Они требують всесторонньої подготовки школьників по различным предметам биології. По генетике, по микробіології, биохімії, ну і по классическим дисциплінам зоології, ботаніки і так далі. Тобто порядка 7-8 дисциплін надо знати очень хорошо, на очень хорошому ровні. Абузрунній заклюшнага етапу Республіканській Олимпіаді по учебних предметах можна меркаваць по приймаємых мерах безпеки. Пытання по биології распрасовувалі 12 звучоных, генетики, микробіологі, біохіміки. У полному варіанці заданні бачыць толькі адзін зупрасовник Міністерства едукації, які збірає білєты і запечатуває їх у спеціальнім конверці. Откривць яго толькі па час іспытаў. Сваї правіли і непосредна на практичным туры. У сілякім випадку списаць немагчыма. Хоць з другого боку, у дзельнікі Олимпіады до гэтага і не мкнуться. Діти в лабораторію можуть приносити калькулятор, незапрещен карандаш, стірка, минеральна вода сьогодні і шоколадки запрещені. Тобто, якщо їм потрібна минеральна вода, то вона є в коридорі. У дежурних можна її вийти і взяти в сопровожденні сопровождаючого учителя. На завтрашній день на Олимпіаді заплановано зустрічі новученців з членами жури, під час якою будуться обмерковані попередні выніки теоретичного і практичного туру. У вынікуння згоди з затриманими адзнаками можна буде звернутися до членів жури з просьбою о перегляді рішення. Уручення диплому заплановано на п'ятницю. Згодно з умовами Олимпіады їх отримають 45% удзельників. В учнях 9-х, 10-х і 11-х класів. Олег Шненцюров, Ольга Коновалова, Євген Макенка, телерадиокомпанія «Гомель». Сьогодні у весь світ означає День Театра. Гэта не тільки професійний свят актёров, режиссёров, гримерів, костюмерів і работників сцены, але і особливий день для прахильників гэта гомостатства. Про то, як працюють і розвиваються театры Гомельської області, розкаже Ганна Корольчук. Зараз у Гомельської області працюють 4 державні театральні установи, саме ауторитетний, обласний драматичний театр. У Снежній он буде святковать своє восьмидесяти годзі. У той же час пройде і традиційний міжнародний фестиваль «Славянські театральні сустрічі». У початку саковика колектив працює прем'єру, комедою «Французська вечера». А у крысовику глядачо чекає наступне. Спектакль «Тот, інші і майор». У планах сумісний проект здержав та інспекцій. В язнає дитяча каска выратоват Міхай Светлофоровича. Насыщенно з'являється і гастрольна дзейнасть театра. 10 апреля відкриваються гастролі в Вітєбскі. Ми везем туди прем'єру нашу, нынешній французський ужин. Веземо изобретательну влюбленню «Лопе де Вега» і комедію «Убеймія голубчика». Ну і сказки. Ми в прошлом году були в Вітєбскі. В этом їдем. Нас очень хорошо принімають там. У нас всегда полная залу. Гомельський городський молодежний театр робіт ставку на востру і інтелектуальну сучасну драматургію. Многі спектакли носять експериментальний характер. С роду пошліх творчих проєктів спектакль «Повятовий лекар» по оповіданні Франца Кавки. На перший дні постановки колектив у першиню провел специальну сустрічу глядачоу з режиссером-постановщиком спектакля. Ми решили знакомити зрителі в такій камерній формі небольшого количества людей, зарані записавшихся, то є смотивованних на посещение этого мероприятия, со спецификою роботи над спектаклем. Зараз колектив театра знаходяться у Могилєві на міжнародному театральному форумі «Март Контакт», де представляє так званый кухонний боєвік «Королєва Прогожості». А у має артисты приступять до подрихтівки сатиричній постановки «Урод» по п'єсі Маруса фон Майенбурга, яку покажуть у Ліпені. Мазирський драматичний театр «Мя Меліжа» ввезе уласну гістору з 1990-го года. Між тим, перший драматичний гурток у городі з'явився і аще у 1913-м. Своє професійне свято артисты театра сустракають прем'єры, спектаклі «Маті» по п'єсі чешського драматурга Карела Чапіка. Патріотичний спектакль розказує історію жанчини, яка під час війни губляє мужа і дзятей. Я не з'являються до героїню в образі привідаў. У кульмінаційний момент перед маці знікає вибарці отправлять самага молодшого сына на війну. Я думаю, що ми давно не обращались к серйозной драматургії, к такой серйозной, в смыслі, по жанру і по такому накалу страстей. І мені було дуже приятно роботати над п'єсою. Самыми потраповальними театральними крытыками можна назвать дзятей. Тому у Гомельським державным театрі «Лялік» до выбору репертуару падыходзіць вельмі адказна. У красавіку юных глядачоў чакай прем'єра спектакля «Чаравнік ізумруднага горада». Пасля коліктыв приступіт до постановкі казкі Андерсана. Театр «Лялік» – гэта ішчэ і інтерактивная пляцовка для дзятей, дзе яны праявляюць сябе творча. Традиційно до сусветних одня театра тут праходзіць конкурс малюнків і виробал, прасвечених убаченому театрі спектаклям. За уделу все отримлюють запрашальний квиток на святочный ранішнік. Сьогодні наша актриса Тамара Осина Гаряча получает высшую награду театральну Беларуського союзу театральних деятелі. Это приз «Криштальний анёлок». Мы ёё поздравляем, а також поздравляем ещё раз всех колег, всех зрителей и вообще всех людей, шексперт, как сказал, весь мир – театр. До речі, напереды дні свята у Национальному статистичному комітеті назвали самая запотрабовальна углядача театры країны. На четвёртым місце – Гомельський обласный драматичный театр. В минулому годі у им побывали больше як 94 тысячи чоловек. Ганна Коральчук, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». До речі, Гомельський обласный драматичный театр запрашаю прихильников зазірнуть у закулиссі. Углядацким фойе открыли выставу работ призёров Міжнародного конкурсу фотографії «Театр у фотооб'єктиві-2018». Ладзілася творчая споборніства в украінській Одесі. Свої здымки на суд журы представили 85 фотографів з 11 країн світу. Работы повинны були відповідати таким критериям як мастацкасть, раскрытие темы, оригінальність ракурса, емоційність, сюжетність, динамічність. Серед лепших оказалося і фото Владимира Ступінського со спектакля «Древы помірають стоячі», які ставили у Гомельським драмтеатры. Работа перемогла у номінації «Арт-аматоры». «Охота за моментами, тому що театр – це не статичне искусство. І буквально через долю секунды може появиться какая-то там інтересна ситуація на сцене, інтересне враження лиця. І фотографи, які займаються театром, театральні фотографи, я подозреваю, що у них вже какое-то є шестое чувство о тому, що там чрезмерення произойдет. Тому що все-таки нажати курок даже очень быстрого фотоаппарата именно в тот момент, когда это надо, ну, это дуже искусство». На протягу года вистава вандровала по театрах України. Сьогодні я її презентували у Гомельському глядачу. А гэты і інші новини ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефіре. Ефір телеканала «Беларусь4» продолжає де-факто в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомеле оперативно задержали подозреваемого в изнасиловании. На раскрытие оперативникам понадобилось мене суток. Как стало известно, преступление произошло накануне в районе улицы Космонавтов. Учащаяся одного із коледжей в этот вечер возвращалась домой. Уже около подъезда она почувствовала сильный удар по голове, от которого потеряла сознание. Зловомышленник оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру. Несмотря на скудность данных, оперативники уголовного розыска сразу же начали отрабатывать район в поисках похожего по приметам мужчины. Розыска возможных свидетелей обошли все увеселительные и торговые точки в этом районе – автозаправки. Их труд оказался не напрасным. В тот же день был задержан 33-летний житель Будокошелевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи. Преступник находился в гостях у своего друга, который проживал в частном секторе областного центра. В совершенном преступлении задержанный сознался. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Сейчас проводится дальнейшая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений. Почти два десятка раз привлекался за нарушение ПДД. В деле по факту аварии на Советской появились новые подробности. Напомним, накануне на пересечении центральной улицы города и Жарковского иномарка сбила пешехода. Предварительно установлено, что женщина переходила дорогу по зебре. Свидетели происшествия рассказывают о том, что светофор в этот момент не работал. За рулем Киа Кларус находился 27-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина-пешеход получила травму, с которой было госпитализировано реанимационное отделение. В данный момент женщина находится в тяжелом состоянии. По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Также известно, что 27-летний водитель ранее привлекался 18 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Родители в милицию. Сразу шесть гомельских подростков попались на хищениях. Действовала группа под руководством 19-летнего местного жителя. Согласно материалам уголовного дела, молодые люди за пару недель успели распотрошить сразу несколько торговых павильонов. Торговые объекты располагались на Прутковском и Сельмашевском рынках. Объектами преступного посягательства обвиняемых явились товароматериальные ценности, продукты питания, сладости. Значительная часть похищенного изъята в ходе предварительного расследования. Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» завтра стартует в переходном турнире. За две вакансии в экстралигии А, кроме Столеваров, будут бороться Могилев, Аршанский Локомотив и Лида. Первый поединок «Металлург» проведет 28 марта в гостях у Локомотива. После жлобинчане отправятся в Могилев, где 30 марта встретятся с местной дружиной. 2 и 6 апреля состоятся матчи против Лиды. Первый дома, второй на выезде. 9 апреля в жлобин приедет Локомотив, а 11-го – Могилев. Кстати, жлобин в эти дни не остался без хоккея. В райцентре проходит финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». За победу в старшей возрастной группе дивизион на «Б» спорят пять команд. Честь нашего региона отстаивает команда «Альянс» из Лельчицкого района. В дивизионе «Б» соревнуются дружины городов и районов, в которых нет крытых ледовых площадок. Турнир дает подросткам возможность прикоснуться к миру профессионального хоккея. Цель «Золотой шайбы» не только выявить сильнейших из них, стремление сделать из турнира настоящий праздник на первом месте. Выйти на ледовую арену на республиканских соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» для них, конечно же, престиж. И они будут долго вспоминать эти мероприятия. И в то же время, дай бог, эти дети попадут еще в спортивные школы. Команда «Альянс» фаворит финального турнира для юных лельчицких хоккеистов. Нынешняя «Золотая шайба» третья по счету. Две предыдущие попытки были максимально успешными. Ребята побеждали. Теперь они намерены стать трехкратными чемпионами. Тем более, что в следующем году возраст не позволит принимать участие в турнире. О своих чемпионских амбициях «Альянс» заявил в первом же матче, обыграв луч из Витебской области со счетом 10-0. Матч получился интересный достаточно, но немножко сложный после долгого перерыва, так как у нас особо возможности нету где играть. Но тем не менее, наш район постарался, и мы подготовились достаточно, чтобы, как видите, выиграть. Турнир проводится по круговой системе. Победители и призеры станут известны завтра. В Минске завершился заключительный второй тур Республиканских Олимпийских дней молодежи по гонболу среди девушек 2002-2003 годов рождения. Победительницами турнира стали гонболистки из Минска. Команда Гомельской области расположилась на втором месте. Замкнули тройку сильнейших по итогам двух этапов соревнований представительницы Брестского региона. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.